Как будут выглядеть памятники, вместе с жюри определяют красноярцы. На конкурс представлено 17 эскизных работ. Все они выставлены в Доме офицеров. Каждый, кто придет посмотреть на варианты, может здесь же и проголосовать. Одновременно с этим начался и сбор мнений в интернете. Мы бы хотели создать такую общественную, культурную технологию, по которой мы могли бы и в дальнейшем выкоречивать имена надающихся земляков. Чтобы решения об установке памятников, мемориальных досок, памятных знаков принимались стеклуарно, не в уходу политическим событиям, а для того, чтобы само городское сообщество оценивало вклад людей в развитие нашего города и края. Продлится сбор мнений красноярцев до 17 сентября. Параллельно будет работать и жюри конкурсов, в которые входят художники и известные деятели культуры. Все они, при принятии решения, будут обращать внимание на профессионализм, креатив и композиционное решение. А также обязательно учтут мнение большинства. Будет учитываться, конечно, новизна, какие-то современные идеи, конденции в современной пластике, тенденции в современном городообразовании, площади. Достаточно широкий кругозор у всех членов жюри. И, можно сказать, на память приходят не просто какие-то произведения близкие тебе, а просто шедевры мирового искусства. И хочется, чтобы отголоски какие-то, хочется, чтобы шедевры у нас в Красноярске появились, понимаете, с таким значением. Победители конкурса проектов станут известны уже 18 сентября. Каждый из выбранных вариантов презентуют на том месте, где и появится памятник. Дина Володина, Павел Пателицын. Новости. Продолжение следует...